Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат. С вами Владимир Добров. И сегодня мы с вами отправимся на просмотр последних, самых интересных моментов женского гран-при. И вернемся к четвертому этапу, в котором, я напомню, победу одержал Александр Костенюк. Итак, сегодняшняя партия, безусловно, классическая партия между великими шахматистками, которая была наполнена, насыщена различными событиями, как стратегического, так и тактического плана. Естественно, она была не безошибочной, но я, наверное, выделю именно эту партию, которая игралась как раз-таки в финале. В финал играла, как я уже сказал, Александра Костенюк и Хампи Коннеру, индийская шахматистка. Итак, в этой партии Александра имела белый цвет и была разыграна достаточно классическая русская партия. Классическая, так как ход коньц 3 уже стал классикой, так играют и старый Млад. И вот следующая позиция практически форсированного возникла. Белые делают ставку на длинную рокировку с последующими возможными атаками на королевском фланге, в случае, если черные уходят в короткую сторону. Ну, а вторая идея, если черные уходят в длинную сторону, то белые часто получают двух слонов и без риска поддавливают. И вот Хампи Коннеру делает достаточно редкий ход в этой позиции, не самый главный. Все-таки чаще встречается ход слона Е6. Тем не менее, вот такой вот ход осуществлен был. Х3. В принципе, Саша могла сделать сразу рокировку, но Х3 или длинная рокировка, они так или иначе пересекаются. Ферзь Д7, 3-0. Ну и вот теперь Хампи играет 2-0. То есть, здесь, очевидно, делаются определенные ставки на контр-игру на ферзевом фланге. То есть, такие встречные курсы. Итак, слон Д3. Выменивается белопольный слон. И Александр в этой известной позиции, здесь несколько партий было, делает достаточно логичную, на мой взгляд, новинку. Применяет ход Ж4. До этого встречался ход Король Б1. Б3, по-моему, тоже играли. Но Ж4 смотрится весьма активно и в духе позиции. Размены на Д3. Ну и, в общем-то, черные в поисках контр-игры должны как-то и играть в этой ситуации. Возможно, конечно, какие-то спокойные ходы. Типа конь Д8 или там, может быть, какое-то движение на ферзевом фланге. Одно из пешек. Но вот последовал достаточно крепкий и активный ход Ф5. После чего Александр дал шаг. Такая же позиция у него была чуть-чуть ранее в этом матче. Но вот шахматистикам понравилось, видимо, вот это вот ведение вот такой вот борьбы. И обе стороны это устраивало. И вот в этой позиции Александр сыграл конь на Д4. Ф4 последовал ход. Ход достаточно конкретный. То есть, черные определяют структуру. Мы видим. И после этого, чисто визуально, у белых некоторые плюсы должны сохраниться. Потому что пешка на Ф4 немного оторвана. В некоторых позициях она может оказаться объектом атаки. И, соответственно, здесь необходимы черными глаз да глаз, как говорится, за этой пешкой. Ну, здесь во время этой партии я размышлял, что, возможно, черные могут сыграть конь Д8, уклониться от разменов, попытаться потом сыграть С6. Но, скорее всего, это очень медленно. И вот Хампи играет проще. В принципе, простота залог успеха, как известно. Мы это уже обсуждали не раз. Сейчас ЦД грозит взятие пешки на Б7. Поэтому С6. Ферзь возвращается на Ф3. И вот в этой позиции Хампи коннера делает достаточно неочевидный ход. Который впоследствии, ну, как сказать, станет такой важной точкой для последующей интересной тактического ресурса. Итак, слон H4. Ну, вообще, конечно, когда вы ставите слона на край доски, как и любую легкую фигуру, вы должны понимать дальнейшие ее перспективы. Особенно касается коней. Ну, когда мы ставим слонов на край доски, конечно, у них, наверное, чуть больше мобильности. В этом случае они все-таки могут вернуться назад в быстром режиме. В отличие от коней, которые периодически просто не имеют возможности вернуться обратно. Ну, и вот в этой позиции, конечно, возможно, был ход Д5 с постановкой слона на Д6. И контролем поле Е5. Также слон на Д6 хорошо защищает пешку на Ф4. Но последовал ход слон на Х4. И Александра разумно совершенно занимает линию Е. Ферзь Ф7 с нападением на пешку А2. Король Б1. Аккуратный ход. Возможно, также было и Б3. Б3 также был вполне пригодный ход. Ну, хорошо. Что же последовало дальше? Д5. И вот здесь вот после хода Д5 мы видим два поля. Поле Е4 и поле Е5. На котором может располагаться одна из ладей противника. Соответственно, белые могут использовать поле Е5, а черные могут использовать поле Е4. Вот в этом плане слон на Х4, конечно, стоит хорошо. И вот последовал ход А3, который в этой ситуации давал возможность черным как раз-таки воспользоваться вот таким вот моментом и сыграть ладей Е4. Значит, с угрозой сдвоения по линии Е. Но вот в случае взятия на Е4, конечно, такую ладью терпеть крайне неприятно. Вот как раз-таки открывалась вот и вся эта идея, связанная с ходом слон на Х4. Черные мы съедали пешку, и у них образовывалась достаточно интересная проходная. Я не знаю, как позицию оценить. Скорее всего, у черных порядок вполне возможно и белые тоже ставят все крепко, надежно. Но так сыграно не было. Хампи Конеру сыграла по-другому. Она сыграла А6. И теперь у Александры возник момент для как раз-таки использования центрального поля. Она сыграла сразу ладья Е5. Вполне возможно, что стоило бы предпочесть слон Б4. Такой ход достаточно неплохой. Он определяет позицию ладьи. И вот, скажем, ладья Ж8 чисто визуально играть не хочется. А в случае взятия на Е1, белые бьют и занимают линии Е. Так как пешка на Ф4 провисает. Ладья Е8, ход невозможен ни в каких вариантах. Но последовал ход ладья Е5 и получилось изменение структуры. Изменение структуры достаточно сложное. Произошло скорее на руку, наверное, черным. Потому что теперь у них на пешку в центре больше. С другой стороны, пешка Е оказалась тоже весомой для создания очень серьезной опасности. Итак, ладья Е1. Александр хочет запустить пешку Е вперед. Ферзь Е6, поэтому блок осуществлен был. И еще один плотный ход ладья Е2. То есть для того, чтобы пешка на Ф2 была надежно защищена. В ожидании дальнейших действий противницы. И в этой позиции Хампи Конеру могла сделать много крепких ходов. Начиная от хода Б6. Может быть сделать еще какой-то полезный ход поближе короля к центру подвести. Может быть еще что-то. Сделала достаточно непростой, такой активный с другой стороны ход для Блица. Б5 смотрится, конечно, симпатично. Но имеет свои определенные недостатки. Здесь как раз таки я тоже отмечу этот момент. Достаточно классный момент. При котором Александр блестяще, на мой взгляд, сыграл. Вот несмотря на то, что компьютер, скажем, компьютерная программа не так прям сильно одобряет следующее решение. Ну не то, что одобряет даже. Но, скажем, ставит его там наравне с другими решениями. Я считаю, чисто визуально ход, конечно, просто великолепен. И вот обратите внимание, слона на слона на Аш-4. Александр решил опарировать с этого слона. Ходом слон А5. Тоже слон идет на край доски. Но вот в отличие от черного визави, то есть здесь слон идет помогать своей пешке. Также он будет здорово расположен на Д6. Будет работать с пешкой на Ц5. И вот такое вот интересное зеркальное положение слонов на край доски. Оно, конечно, вызывает, в общем-то, приятные эмоции. Слон А5, в общем, так или иначе, было сыграно. Отличный ход. Также заслужил внимание ход Б4 стратегический, который прорезал, так сказать, черные поля. Но, мне кажется, слон А5 просто великолепный ход. Великолепное решение от Александра. Впоследствии от А6. Слон С7 и слон заходит на Д6. Черным, скорее всего, стоило уже трубить некоторый отбой. Там возвращаться как-то слоном на Е7. Но Хампиконер делает сразу же серьезную ошибку. Играет Б4. После чего АБ, СБ, слон Д6. Либо ладья Д2, как Саша сыграла, ведет к большому перевесу белых. Теперь проблемы черных очевидны. То есть у них есть слабость на Д5. После чего пешка Ем готова пойти вперед. Также слаба пешка на Б4. И здесь Конер не разобралась. Сыграл Ферзь С6. Последовал ход слон Д6. Ладья Ц8. Ну и здесь, конечно, были ошибки. С той и с другой стороны. Без ошибок было бы интересно смотреть, наверное, на любой вид спорта. И, соответственно, вот последовал ход Ферзь Д5. Можно было сыграть слон Б4. Ферзь Д5 дал некоторые встречные шансы как раз-таки с пешкой. Ну, хорошо. Саша пошла Е6. То есть, опять-таки, нападая при этом на пешку Ф4. Имея в виду и также на Б4. В общем-то, слон здесь колоссальный. Мы видим, что слоны, которые стояли на краю доски, активизировались. И позиция сразу обострилась. Ладья Е8. Надо пешку, конечно же, тормозить. Пешка пошла дальше. Слон вернулся на Аш4. Здесь наверняка, зная, что было бы дальше, конечно, Саша бы съела на Б4. Или бы пошла, как она сделала ход Ладья Ф5. Но вот Ладья Ф5 дал возможность черным осуществить эту маленькую комбинацию. Веншвеле достаточно редкое событие. Итак, слон бьет Е7. Ладья Е5. Казалось бы, теряется слон. Но на самом деле пешка Ф отвлекает от этой вот ситуации. То есть, на Е7 теперь мы, конечно, брать можем. Но черные отыгрывают материал и переводят в Эншпиль ситуацию. Итак, слон Е7. Ф2. Ладья Ф5. Взяли-взяли. Ну и получился на самом деле равный Эншпиль. То есть, к сожалению, здесь все, наверное, шло к ничейной, как говорится, к ничейной гавани. Да, плыло. Ну, в общем-то, после Ладья Е3, Ладья Ф4 поменялись еще одни пешки. Ладья А4. Индийская шахматистка грамотно сыграла, сделала последний ход. То есть, угроза появляется А5. То есть, черным нужно организовать проходную. И Ладья Д4. Александр играет для того, чтобы обеспечить движение пешки С. Очень грамотный ход. Ну и здесь черные могли сразу пойти А5. И, в общем-то, у них, естественно, никаких проблем не было бы. То есть, была бы просто ничья. Но, как говорится, интрига всегда до последнего момента в женских шахматах. Особенно идет борьба до голых королей. С4 и А5. И вот здесь, в этой позиции Александр пошла С5. А5, после чего индийская шахматистка быстро ошиблась. То есть, она осуществила две неточности. Но, первая неточность была АЖ. Ход необязательный. Можно было просто взять ладьей. После чего черные никаких вариантах не рискуют. У них все в порядке здесь было. А после АЖ, С6. Король, Ж6. Ошибка грубейшая произошла. То есть, это ход, который проигрывает партию. Вместо король, Ж6. Король, Ж6. Я покажу, что заканчивалась после партии. После С7, ладья АЖ8 и ладья Д8. На этом партия завершилась. Коннера здесь через пару ходов сдалась. Но, вместо хода король, Ж6. Черные могли спокойно дать шаг на АЖ1. Теперь король должен идти на С2. На А2 он играть не может из-за ладья С1. И на король, С2. Черные спокойно возвращались бы на АЖ6. И эту пешку теперь они меняли на пешку Ж. И имели все шансы поставить дальше проблемы белым. Если же белые играли ладья С4, то после Ж3, С7 ферзи проходили бы одновременно. Но у черных сохранялся перевес за счет того, что их король чуть более надежен. И все-таки есть лишняя пешка. Ну что же, вот такая вот замечательная партия. Конечно, она была не безошибочная. Но вот видите, конечно, если вы ставите на край доски свои легкие фигуры, будьте помнить об их перспективах. Я поздравляю Александру с победой в четвертом этапе. Но чуть дальше я потом расскажу еще одну историю. Смотрите видео на Часкове. Все, спасибо. Всем пока. Пока.